Наша администрация устраивает на территории природного заказника и в здании Дворца Пионеров, являющегося памятником архитектуры, масштабные фестивали, спонсированными крупными алкогольными компаниями. Стены этого храма детства нагло переделывают под танцплощадки, фудкорты и барные стойки. Мы прекрасно знаем, что наличие лицея мешает проведению таких мероприятий, и именно это является основной причиной нашего выселения. Добрый день, друзья! Ну что, день знаний? День знаний. Путин, Медведев, водка, золото. Что только не произошло за этот день. Детишки идут в школу, несут букеты, учителя заступают на пост. В основном это так. Но мне почему-то кажется, что когда Путин приезжает в пострадавший от паводка Тулун и обещает сделать в захолустной школе нормальный ремонт и обеспечить школу транспортным, чтобы довозить туда детей, по-моему, каждый городок страны начинает мечтать о потопе. Вот вашу школу тоже восстановят. В течение года это сделают. Она будет хорошая, новая. Не узнаете. Будет намного лучше, чем у этого. Я вас поздравляю с началом учебного года. Собственно, школы с отличным ремонтом в России уже есть. Как вам вот это? Школа номер 106 в Екатеринбурге. Вместо закупки лабораторного оборудования и других учебных вещей, бывший ученик этой школы решил сделать ремонт в стиле «Выколи мне глаза, это блестит невыносимо». Цыганщина. Видно, денег не пожалели. Только на что? Вписываться пришлось даже губернатору. И знаете, что интересно? Ведь подобными подачками обществу меценаты покупают себе статус. Якобы уважаемые люди и заслуженные, в депутаты теперь пойти можно. И дела с ними иметь не зазорно. Хотя вот, например, статья 2018 года уже об этом писала. Политику в компании ее владелец строит на показном патриотизме. Делается это с целью привлечения к себе влиятельных российских персон. Политиков, предпринимателей, общественных деятелей. Для этого применяются методы, которые иначе как показухой назвать трудно. Чего только стоит исполнение каждое утро в обязательном порядке российского государственного гимна. Чем не замануха для сильных мира сего? Как считают инсайдеры газеты, выглядит это просто двулично, если не сказать цинично. Ведь сам Симоновский сделал свой бизнес на откровенно криминальных делах, не имеющих к процветанию страны никакого отношения. Ну и вот, пожалуйста, 2019 год, золотая школа. Ну что, Екатеринбург, чем вам не новый мэр? А вот этих граждан нужно срочно-срочно в Госдуму. Музыканты там – самая востребованная профессия. В Челябинске первое сентября, ну то есть в Челябинской области, школьников поздравили самой радостной детской песней – «Рюмка водки на столе Лепса» со словами «Я, наверное, бухой». А на фоне надпись «Первое сентября», «День знаний» и оператор, который это видео снял, задорно подпевает. «Рюмка водки на столе» «Ветер плачет на дно, тихо бою» «Отличился и Медведев». Слушайте внимательно. «Проблема очередей в детских садах для детей от 3 до 7 лет полностью решена в 75 регионах России», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания о строительстве общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в рамках реализации национальных проектов. Кто уже понял, в чем дело, молодцы. Я прошу прощения, очень прошу. Но у нас в стране 85 регионов. Не 75, а 85. То есть Медведев решил похвалиться тем, что в 10 регионах страны целых 10 регионов, не городков, а регионов, там с этим проблемы. И он еще призывает поскорее решить эту проблему. 20 лет у власти. 20 лет. Но вот именно сейчас, вот сейчас поднатужимся. И вот теперь-то уж точно решим этот вопрос. 10 регионов, где не хватает детских садов. Это полный провал системы. Но этого Димону Айфону мало. Медведева поразили классы М и Л в Татарстане. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отсоедил набор первоклассников в татарстанской новой школе, куда учиться набрали 11 групп первошей. Цифрами в ходе селекторного освещения с Медведевым поделился президент республики Татарстан Рустам Миниханов. Новостные порталы тоже этому очень рады и подхватывают. Вот пишут. И в Краснодаре открылась новая школа на 1550 мест, которая побил рекорд по количеству первых классов. Всего в школе были образованы 24 первых класса. От А до Ш, сообщает Интерфакс. Открою секрет Миниханову, журналистам и самому айфончику. Ребята, вы же школы объединили в комплексы. То, что раньше называлось школа, это теперь корпус, а не школа. А современная школа это 2, 3, хоть 8 старых школ. Ну и чему же удивляться, если в трех школах, например, по 4 первых класса, это уже 12 классов. Но они походу вообще не в курсе, что за реформы сами проводят. Собственно, заходим на карту Краснодара, проверяем адрес и видим. Школа номер 11, рядом высвечивается еще один такой же адрес. Интересно, что главное здание школы вплотную к администрации округа. Ох и неспроста эту школу пропиарили. Ох и неспроста. Да, а вот в Томской области школу в селе Суйга Молчановского района закрыли. Из-за угрозы обрушения потолочных перекрытий. Обучение ребята продолжат в здании местной больницы. Успешные реформы. Кстати, как там работы по проведению школы канализации и отопления? А то вроде как Путин обещал с этим разобраться. Наверное, к марту об отоплении вспомнят. Следующую новость я даже не хочу комментировать. В Зеленограде покончил с собой ребенок по дороге в школу. По предварительным данным он покончил с собой во время или незадолго до начала школьной линейки. Система образования, детство, радость, счастье. Я не представляю, насколько надо было создать такую систему, когда фактически никто по-нормальному с ребенком не занимается. Завуч один на школу не может заниматься тем, что происходит в голове у ребенка. И классный руководитель, у которого 25 детей, и у которого и должен следить за их питанием, за их оценками, и за своими уроками, он не может следить за тем, что происходит в голове у ребенка. Психолог школьный один или два на тысячу человек никогда не справится с этим. А вот в Москве один из лучших лицеев города решили превратить в элитный клубешник. Слишком уж хорошо он расположен. Смотрим видео. Мы ученики лицея Воробьева гора и нас выгоняют из стен родной школы. Данным обращением мы хотим привлечь внимание общественности и попросить помощи и защиты у правительства. 23 августа 2019 года, за неделю до начала учебного процесса, нас, детей дворца пионеров, поставили перед фактом. Лицейк на Косыгина, 17, прекращает свое существование на неопределенный срок. К сожалению, многочисленные письменные и устные обращения к администрации с целью пересмотра данного решения... Ну, конечно же, обращения все проигнорируют. И молодцы дети, что записали обращения. Власть боится только шумихи. Подобные видео нужно сразу рассылать всем крупным блогерам для масштабного освещения. От родителей, педагогов и, в конце концов, нас, лицеистов, были проигнорированы. Это видеообращение, наш крик о помощи. Про нас забыли, никто не хочет помогать. Наша администрация устраивает на территории природного заказника и в здании дворца пионеров, являющегося памятником архитектуры, масштабные фестивали, спонсированными крупными алкогольными компаниями. Молодцы, что выяснили причину этого бардака. Вот где собака зарыта. А где вы раньше были, когда в вашем лицее подобное устраивали, подобное проводили? Стены этого храма детства нагло переделывают под танцплощадки, фудкорты и барные стойки. Мы прекрасно знаем, что наличие лицея мешает проведению таких мероприятий. И именно это является основной причиной нашего выселения. Но не все так просто. Масштабные планы по реновации прикрываются благовидным предлогом реконструкции и проведению проектно-изыскательных работ. Многие посещают дворец пионеров с самого раннего детства. И без преувеличения дворец пионеров – это наш второй дом. Мы поступили в этот лицей на Косыгина, 17, имеем полное право доучиться и выпуститься из родных стен. У нас украли школу, и мы ни от кого не видим помощи. Где вы, Васильева Ольга Юрьевна, министр образования? Где вы, Исаак Иосифович Калина, руководитель департамента образования и науки города Москвы? Ну что за глупый вопрос? Васильева, мы же видели, путешествует с Путиным. А Калина вообще на днях заявила, это министр образования Москвы, что не имеет отношения к школьным линейкам. Все спрашивают, интернет гудит, почему в Москве отменили школьные линейки? А Калина, министр образования, говорит, да я не при делах, ребята. Это просто все школы города вдруг сами так решили не проводить линейки? Где вы, Анна Юрьевна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации? Где вы, Мединский Владимир Ростиславович, министр культуры? И почему вы не помогаете? Уважаемый Сергей Семенович Собянин и Дмитрий Анатольевич Медведиков, вы лично посещали дворец пионеров. Где вы сейчас, когда нам, детям, так нужна ваша помощь? Наш президент регулярно отвечает на вопросы населению. Вот и мы хотим задать ему вопрос. Почему от нас все отвернулись? Друзья, по возможности распространяйте это видео. Ребятам реально нужна наша помощь. На ситуацию еще можно повлиять. А на это у меня все. Надо держаться вместе. Только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. По возможности поддерживайте донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова